всем доброе утро все мы выспались у нас анюта вчера побила все рекорды наш был ночной перелет поэтому мы вчера пришли с пляжа и анюта у нас уснула проспала пять часов проснулась десять вечера мы пошли прогулялись кто-то захотел поужинать зашли поужинать о наш папа пришел привет и ну в общем и вы и спались мы легли спать наверно после 12 и теперь идем на завтрак сейчас позавтракаем тут кстати завтраки не такие не то что шикарные не так объемных не так много выбора еды не такая большая территория самого ресторана как вот в атлантисе в атлантисе там конечно вообще я не знаю да такую такую такая большая территория прям было здесь поменьше но здесь есть что покушать сейчас мы пойдем сейчас я вам покажу нашу красоту с балкона тут конечно шум такой да вот утренний дубай туман оказывается мы вчера с нашего балкона увидели парус отель парус вот между между этим зданием и вот этим вот там вот внутри парус но только так как сейчас туман то его не видно но его очень хорошо достаточно видно тут очень оживленная дорога и мы переживали как же мы будем спать но ночью машины так не ездят оживленно поэтому абсолютно нормально выспались вон там машинки подъезжают и сейчас идем завтракать и снимать территорию отеля вот мы идем по коридорам кстати странно как-то никто не убирает обычно нужно обычно кто-то убирает в общем попасть наверх можно только если приложить к лифту в лифте карточку она вниз можно съездить а вот просто нажать кнопочку нажать на любую другую кнопку не без карточки она это не нажимается не знал что нажать нажал на первую так вот выходим отсюда до мы идем вот идем на на завтрак минута побежала да и что но ничего поставим в очереди все пришли мы поздно на завтрак и здесь очередь все вот идем на нас садят все они туда захотела хлопья и вот здесь вот а я тут слушая тут пустая тарелка слепим в общем как-то мы забрались тут фрукты давай молоко мы попросим сейчас на баре пойдем ну что-то я терялась короче на съемку да вот здесь вот овощи полбаска давай пойдем еще что-то выберем вот здесь расхождение давай они растают папа может быть добавим тебе какие-то изюмчиков не хочешь а резко вот да а что тут у нас манин ли спать это я пойдем что же взять что-то я ходу позже не знаю что взять возьму такой какой-то биттер тоже хлопья взяла такое происходит на завтраке там уходим ходим 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 какой тут как-то не арк не просто не организовано но как-то короче кипиш какой-то в общем такое что это завтрак набрала я фруктов набрала десерта наш папа взял какой-то кстати вот это вот жареная там аж патенту на типа не герун и не герун и да что с такой либо ну как вкусных на они это захотелось сегодня хлопья сейчас ждем молоко нет не такой омлет который будут жарить на сковородке еще заказал омлет ждем напитки наш ну вот они прикольно придумали такие вот йогурты но если честно завтраки какие-то вчера мне показались более шикарные да сегодня уже выбрать ничего не знаю хочу рассказать про завтраки в общем мы уже поели уже мы стали добрее может эти перерасказать кстати очень вкусные круассаны просто вообще ем второй день и не могу на ерунда и ананасы и арбуз вкусные пончики они то попробовала донатсы ей тоже очень понравились в общем тут приходишь тебя садят до стол к тебе подойдет офицер если тебе повезет но они тут бегают их надо ловить они приносят чай у них можно заказать омлет кстати да заказали омлет вкусный омлет ну и ходишь набираешь вернее сам ты ничего не можешь взять то есть подходишь и тебе все насыпают просто получается не очень большой реально ресторан и сейчас они как и не удобно вообще прохода маленький я только хочу что-то снег этот начинает кто-то кому-то насыпать кто-то подносить тарелку и вообще получается выбора и выбора еды у меня не огромный но он есть и по типу английских завтраков и и омлеты и хлопья и овсянка бы на кушать там можно и фрукты овощи тушеные смяты да овощи тушеные смяты переверну камеру мой народ хочет что-то сказать понял без пончика пить нельзя тебе твоя логика обалбенная самый вкусный это что мама приготовил но все на это веселые нотки допиваем чай идем исследовать территорию пойдем посмотрим какие машинки тут стоят а то мы только с окна с окна все смотрим и смотрим как-то мы сюда давай ручку но не пусть а вот машина в эту сторону машина приехала с эмирой эмирейтс бизнес то есть это трансфер бесплатный для тех кто летает эмирейтс бизнес классом да вот рейндж роверы и тут у нас модные мерседесы матовые да такой красненький салончик красивенький и porsche яблоко тяжко он же себя еще не выпал ну да такие мерседесы но вчера стояли ламборгини нету их и вот еще такой кубик это тоже мг совершенно это прям вообще популярная модель так неинтересно сегодня нету эти ламборгини есть где порошок ну и я имела ввиду тех спортивных они тут пойдем что хотела сказать по поводу этого отеля отель называется five palm джиммера дубай находится он на острове пальм практически в начале там острова пальм отель прикольный он очень большой то есть он состоит из таких но одно здание но посреди здания такая дырка то есть как бы там холл в этом в этом промежутке там ресторанчики бассейн отель принимает всех без исключения гостей то есть и детей и взрослых просто есть отели которые там но я не знаю как насчет эмирата на знают в турции есть отели которые там не принимают детей допустим до 18 лет но отель больше рассчитан ну как нам так показалось нам более молодежный хотя здесь есть детская зона детская комната анимация для детей детский бассейн прям с лежаками как семейная зона но здесь очень много молодежи то есть очень много парней очень много девушек много пар ну вот как-то больше больше одиноких и вчера вечером когда мы гуляли тут есть тоже набережная такая вот большая широкая и и реально вот очень много девушек я не знаю на них смотришь и ну вот они там кстати говорят да в эмиратах нельзя одеваться там как-то коротко все вчера всех кого мы видели все девочки были одеты в коротких юбках коротких шортах каких-то сапогах ботфортов то есть но в принципе мы не чувствуем никакой там неудобство то что мы с ребенком то есть ну это везде я думаю есть в общем на территории отеля если отдыхать то вообще можно не придерживаться дресс-кода какого-то какого-то того а то то дресс-кода о котором пишут в интернете да много статей что там нужно закрывать плечи колени и так далее здесь все ходят в майках в шортах в открытых купальниках и юбках да что могу сказать по поводу отеля еще отель неплохой отель классный да но сказать что мы в него прям влюбились влюбились и сюда будем возвращаться каждый год наверное такого нет но они стараются обслуживание то есть здесь очень много персонала который работает открывает-закрывает двери когда ты приезжаешь да мисс мадам проходите вот очень как-то у них но из-за того что небольшая территория получается допустим ресторан в котором мы завтракаем да он вечером открыт как ресторан ливанской кухни обычно там рестораны которые да там нашли скистон на завтраки они так и есть там на завтрак обед и ужина к примеру в других отелях то что это что мы встречали то есть здесь из-за из-за нехватка территории они таким вот образом их переквалифицирует утром это шведский стол вечером это ливанский ресторан итальянский ресторан здесь есть довольно неплохо готовят цены здесь конечно как как везде в дубае особенно отельные рестораны ну дороговато наверно мы вчера покушали в итальянском ресторане он нам обошелся обед где-то 200 долларов я читала кстати отзывы об этом отеле мы просто думали хотели вот какой-то такой отель прикольный на пальме джумейра рассматривали несколько вариантов читала я про него отзывы писали что на пляже нету мест что занимают там как-то лежаки народ и уходит и типа все занято не знаю мы этого не почувствовали пляж очень огромный лежаки были свободны и на пляже очень классный бассейн мы сейчас быстренько бежим и делаем обзор территории пляже бассейна и все вам покажем все выбрались мы на пляж здесь вот такой вот холл с работающими менеджерами там экскурсии продают пойдем пойдем той стороной а какой нет в этот не пойдем тут во-первых не упадешь уже нигде ну вот в общем бассейн но попробуй тут лежаки забиваются я не знаю во сколько вчера мы гуляли утром рано лежаки были забиты что вялый ну да тут прям можно кушать на лежаках ну попробуй пошла пробовать воду классно нам сказали тут шесть бассейнов один какой-то там маленький они его считают как бассейн это не бассейн такое он не работает детский бассейн пойдем туда тоже попозже ну здесь вот слышите играть такая музычка такого клубного типа и здесь вот бассейн такой да ну надо одеть панамку солнце кстати начала выходить солнце какой-то такой как туман пили пилина такая существует и пойдем туда в тот бассейн сейчас на пляже покажем какой там крутой бассейн ну давай доплывай давай здесь вот такие столики кресло можно посидеть вот и бассейн вот как выглядит отель получается вот это вот серединка такая прозрачная рамка и вот это все номера ну вот то есть и до музычка ну в основном семьи с детьми на пляже по понятной причине они у тебя холодно то такая жара кстати очень жарко ну так это же классно вода в бассейне теплая да вот еще один барчик тоже такой красивый да давай вот тут коктейли наливают в этом баре вечером он тоже работает музыка и вот смотрите вот набережная как бы она получается вот идет от нашего отеля и немножко в сторону вот там пляж вот набережная идет в сторону все эти пальмы вечером светятся и вот очень огромный широкий пляж вот то есть это все территория нашего отеля там наверно как мы вчера вообще зашли на пляж мы там где-то да просто перекрыли просто перешли вот виллы тут кстати сдаются такая вот вилла я не знаю полностью ну наверно двухэтажная сдается вчера у кого-то был день рождения там он барбекю смотрю то есть можно отдельно виллу снять но вилла очень дорого стоит так ну что а вон там проход есть пойдемте зайдем там выберем себе лежак какой хотим тут можно заходить через центральный вход а можно зайти через не центральный вход тут фишка этого вообще отеля пляжа вот такой вот классный бассейн сейчас покажу вот смотрите какой тут басик как все любят говорить да классно ты ныряешь вот анюта сейчас нырнёт и и будет видно полностью в стекле сушену реально жара вообще вот ну и вот пляж пляж вообще просто бомба он очень широкий хорошие широкие лежаки то есть они соединены друг с другом тут есть вот такие вот лежачки ну вот уже да вот позанимали тут лежат полотенца в пакетах и если полотенце без пакета лежит значит этот лежат заняли так иду еще лежаки ну вот я нашла вот тут есть зоны для фото пойду уже покажу вам пляж но получается прикольно круче так реально я не знаю показывают 29 градусов но по ощущениям 39 получается вон вон там это марина дубай то есть такие высотные здания они кажутся такими огромными кажется все просто все просто рядом то есть марина дубай вон львотер с колесом и пристан для я же но кстати вода уже теплее стало по сравнению с январем февралем месяцем можно купаться и в воде и в бассейне бассейн конечно вообще просто теплый там он какой-то пляж смотрю вдали тоже там такие грибочки то есть реально вот этот отель больше советуем для молодежи ну то есть в отзывах как бы писали и кстати мы вчера были расстроены что у нас окна выходили на сторону дороги думали очень будет шумно но на самом деле машины ночью не ездят и было вообще комфортно спать а музыка здесь получается вот на пляже там какие то есть еще клубы она играет и вечером и получается я думаю не очень комфортно с этой стороны спать потому что машины перестали в 12 ездить а музыка то нет так где же моим иду к моим они уже наверно в бассейн плюхнулись пойду сниму их так вот здесь вот тоже такие столики можно посидеть попить какие-то напитки напитки на пляже соответственно платные тут есть коктейли алкогольные безалкогольные приветики по бассейн нормально все видно они за нанырялась ну как вам как вам бассейн ой не надо мне тут камеру мочить как вам бассейн прозрачными стеклами отлично и все плывем 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 класс хотела еще сказать что пришли наши тесты пцар сегодня утром наверное мы проснулись в общем пришла смс то есть были вопросы просто в предыдущих видео покупали местную карточку или или указывали свой номер мы указывали свой наш обычный мобильный номер на него пришло 2 смс с двумя результатами они негативные отели нас сейчас занятка отели нас не садили на карантин то есть вообще я уже об этом говорила в отеле нас не садили на карантин даже не спрашивали ни о тестах не о том давали мы их или нет но могу сказать одно что в марте очень жарко я честно не понимаю как здесь летом мы один раз были очень давно в египте в мае и было тоже такая жара градусов 40 наверное было может 45 но здесь как там такой климат вот чувствуется что это пустыня что вот вот без воды если зимой можно обойтись без бассейна без воды без купания потому что жары нету ты больше наслаждаешься теплотой воздухом прогулками то сейчас конечно же нужно рядом вода бассейн или персидский залив где можно кому то не знаю как мы сейчас будем посещать какие-то экскурсионные места мы завтра будем переезжать отеля кстати с нами еще такого никогда не было мы еще не забронировали куда мы будем переезжать вот сейчас сидим смотрим выбираем следующее наши наш пункт назначения потому что сегодня надо определиться нам завтра до 12 нужно выселиться с отеля но как бы но и мы можем быть на территории отеля до вечера мы побудем здесь наверное тоже как до 5 часов и потом поедем куда куда-нибудь куда снимем сегодня да мы в этот раз решили не обращаться к помощи туроператоров решили спланировать все сами по нашей обычной схеме то есть мы купили билеты слайд дубай билеты обошелся 1 где-то в районе 350 370 долларов туда-обратно мы купили страховки которая включает покрытие на к вид что еще мы сделали но забронировали гостиницу на две ночи заказала я трансфер вот хотя такси по аэропорту стоит очень много и они большие чемоданы влезут все за это можно просто не беспокоиться и честно я люблю больше такой вот когда ты не зависишь ни от кого не от чего надо это нужно попробовать просто один раз как-то как-то несколько лет назад мы сами попробовали открывать визу в испанию и вот уж наверно лет пять шесть мы это делаем так ну и все пошли традиционно вкусняшки на пляже мороженое и анюта захотела мороженое и вот какую красоту нам принесли в такой вафельной чашечке тут какому заказали фисташковая да и апельсиновая и пришли мы в ресторан который находится рядом с нашим пляжем называется он orange хамелеон пришли потому что вчера мы пришли сюда потом ну не в отель а сюда именно на пляже потому что мы вчера пришли наш итальянский в три часа и нам сказали что у них закрывается кухня там через 15-20 минут то есть они готовятся к ужину то есть у них обед до какого-то времени потом идут ужин сейчас покажу тут в этом orange хамелеоне мои любимые деревья с маленькими мандаринками и нам сказали они настоящие реально настоящие вот такая территория тут вот пляж получается и вот столики и кстати вон там вдалеке там такая береговая полоса большая пляж такой чистый чистый длинный чистый да кстати и вот такие деревья классные маленькие мандаринки видишь классные да вот маленькие мандарин можно и кустики я думала реально они 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 выглядят просто как как искусственно но они такие красивые мы такие мандаринки время когда-то помнишь видели оторва оторви аккуратно только давай вот смотри вот это вот спеленьку нам разрешили оторвать мандаринку смеюсь попробуем эти мандаринки эти микро вообще микро мандаринки они кислые такие вообще хуже лимона ну то есть они явно дикие ну прям я люблю лимон люблю кислые ну но они какие-то вообще вкус у них но они очень пахнут вообще классно так что они больше декоративные попробовать же мы не могли принесли еду вот такой вот 300 такая со спаржи и украшена персиками а это кстати соус из буряка такая картошечка запеченная там уже лосось мы еще заказали но от него пока я ходила ничего уже не осталось и мы что кстати заказывали у такого закусочку этот садзики это нут нутовая паста а это получается оливки в перемешку и суши но я не знаю пока я ходила все уже мои поели вернулась и остался только мой моя отрезка но после плотного обеда надо утрустить все в бассейне идем плавать бассейн кстати стало мало народу так так что сейчас бассейн будет почти наш пойду твоим нет уже почти пять часов вечера и народ уже расходится кто куда да да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok